Замечательно, друзья! Мы с вами очень хорошо развиваемся, потому что в первых трёх уроках мы с вами уже научились направлять, организовывать голос в нужные нам места, как бы это смешно ни звучало. Мы смогли сделать наш голос громче и ровнее благодаря максимайзеру и компрессору. Мы смогли сделать его более естественным благодаря эффекту ревибрации. И теперь осталось его немножечко дооблизывать, что называется, благодаря эффектам эквалайзера, диэсера и эксайтера. Страшные слова, но на практике они означают очень простые вещи. Собственно, мы будем сейчас обрабатывать частоты нашего голоса, определённые диапазоны частот голоса. Опять же, очень такой риторический вопрос о частотах, потому что я могу ошибаться в каких-то установках, тем более, что для каждого голоса напор редактируемых частот зачастую он персонален, и каждый голос может редактироваться по-разному. Например, более басистый гулкий голос может срезаться слегка в низах, и наоборот, писклявый, тоненький добавляться в этих же самых низах. Но это уже тонкости, которые вы должны освоить в своём прекрасном и очень перспективном будущем. Сейчас отдам общую такую характеристику работы с этими инструментами. Значит, эквалайзером мы будем отстраивать частоты, которые помогут сделать наш голос более ярким. Более ярким голос будет становиться у нас на шине Денис Осна. Здесь, опять же, в отличие от эффекта ревибрации, мы не будем настраивать эквалайзер на финальной шине, так как возможно, что у нас будет дальше ещё шина с бэками, шина с каким-нибудь дублем этого же куплета. И в этом случае для каждого, точнее для каждой категории этих голосов, этих записей, будет применяться чуть-чуть разная эквалайзация. Поэтому эквалайзировать мы будем сначала основную капу, основной наш куплет. Заходим в свойства этого канала Денис Осна. И здесь уже в Cubase дается достаточно хороший встроенный четырёхполосный эквалайзер, которым с удовольствием я лично пользуюсь вот уже года как полтора. Он очень даже приличный. Если хотите использовать что-то другое, то удачи вам. Все эквалайзеры вроде бы хороши, и можно пробовать разные варианты. Ну, я вот покажу на примере этого эквалайзера, что же можно с ним сделать. Кстати, если у вас его нету в свойствах канала, то вам нужно нажать правой кнопкой по окошку, выбрать Customize View и выбрать Equalizers Plus Curve. Вот. Ну, вот он у меня светится, поэтому включаем первый бегунок. Видим, что нужно его отстроить на диапазон 100 Гц. Ширину бегунка выбрать минимальную. И тогда мы увидим, что он срезает все частоты, которые идут раньше 100 Гц. Это хорошее свойство для обработки голоса. Подчеркиваю, голоса. Для инструментов такая обработка не гоже. Именно для голоса нам нужно срезать все вот такие самые низкие частоты. Поехали дальше. Мы включаем следующий бегунок. Выставляем здесь 1000 Гц. Делаем громкость минус 3. Вот, я уже просто заранее это сделал. И ширину, наоборот, максимальную. Чтобы, точнее, не максимальную, а 0.2. 0. Тух, 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 тух. Что-то у меня сегодня ни черта не жмется. Вот, 0.2. Вот так вот оптимально. Я просто путем методов проб и ошибок смог это вычислить. Дальше мы включаем последний четвертый. Здесь мы выставляем 6,5. Если округлить, 6,5 тысяч Гц. Поднимаем его, ну вот сейчас 3,3. Можно 3,5, чтобы не копаться с такими дробями. И ширину тоже ставим почти максимальную 0,6. 0,6. И в результате мы видим, что появляется вот такая кривая частот, которая срезает самые низы, убирает серединку, нижнюю середину. И наоборот поднимает верхнюю середину, даже зацепив верхние частоты. В принципе, лично для моего голоса записи на данный микрофон это достаточно оптимальный вариант. Ваши записи могут отличаться по качеству. Ваш голос может в корне отличаться от качества моего голоса. И поэтому выкручивать в вашем случае можно что-то по-другому. Но в принципе алгоритм здесь такой. Действительно, нужно срезать самые низы. Вот эту середину нужно немножечко опустить, дабы убрать некий гул в голосе. И главное, верхнюю середину нужно поднимать так же, как и начало верхов. Самих с 10 тысяч килогерц, с 10 тысяч герц. Для того, чтобы голос зазвенел хотя бы немножечко. Давайте послушаем, что выходит. Налил, ну из друзей никто не был. Выпил весь алкоголь. Один когда домой пришел. Не помню, утром пернаты пели. Вот сейчас слышно, кстати говоря, что голос слишком сильно звенит. Он звенит, скорее всего, из-за того, что мы слишком сильно подняли вот этот бегунок. Его стоит приспустить, наверное, до уровня двух. Двух децибел. Взял телефон, ну стой. Не надо писать, тебе мне свободен, что ли? Скорее обкраден и съеден. Но нотки моего голоса вторят. Ну да, сейчас это достаточно хороший звук. Хотя с тем исключением, что мы слышим, как голос слегка посвистывает. Особенно на звуках S и прочих шипящих вещах. Писать тебе мне свободен, что ли? Скорее обкраден и съеден. В этом случае мы применяем эффект диэсера. Диэсер тоже бывает от разных фирм, производства. Ну вот, у вейвзов это находится в разделе динамикс. Есть эффект под названием диэсер стерео. Мы выбираем его. Появляется такое приятное окошечко. И здесь, опять же, можно использовать сразу готовый пресет. Lot male as. Соответственно, это название означает «эс мужское». Если вы обрабатываете женский вокал, то вам, скорее всего, подойдет female as. Ну и так далее. Выбираем male as. Видим, что здесь кое-что поменялось. Сразу скажу, что попробуйте выставить частоту frequency в район 5 для начала. А вот sidechain нужно выбрать high pass. Не band pass, а high pass. Это наиболее эффективный вариант. Теперь включаем. И по типу отстройки движка на компрессоре, помните, когда индикатор засвечивался желтым цветом, мы двигаем и вот этот вот движок. Слушаем. Пошел друзьям по 100 налил, ну из друзей никто не был. Выпил весь алкоголь один, когда домой пришел. Не помню, утром пернатые пели. Взял телефон у стой. Не надо писать, тебе мне свободен, что ли? Скорее обкраден и съеден. Ну вот, примерно так, только теперь нам не нужно брать запас на этот движок, потому что если мы переборщим и слишком низко опустим этот движок, то мы срежем слишком много высоких частот. И вместо того, чтобы голос перестал шипеть, он вообще станет очень глухим. Вот смотрите, как это может произойти. Это нехорошо, согласитесь. Поэтому оставим на позиции минус 36. И, кстати говоря, здесь можно нажать на кнопку переключения режима воспроизведения. И мы услышим, какие частоты и какой звук он вырезает из нашего голоса. Мы тут сладко живем, что заведу собачку кролика в сад, огород. Мой официальный гороскоп принесет любовь прям завтра днем. Но ты не велась на стеб, это не тот случай. Да, да, мы отстроили с вами диэсер. Давайте сравним, как же звучит голос с ним и без него. Мне кажется, все-таки, что с диэсером он явно получше. Да, он явно лучше. Быть может, вы сейчас этого до конца не услышали. Но поверьте, что если вы будете использовать диэсер в случае, когда ваши шипящие гласные или согла... Да, гласных же не бывает шипящих. Согласные ваши шипящие слишком свистят, то он явно будет получше с диэсером, чем без него. Попробуйте, крутите этот движок. Попробуйте поиграться с частотой. Быть может, ваш голос свистит в какой-то более высокой частоте. Скажем, это будет 9000 герц. Вполне возможно. Друзья, по 100 налил, ну из друзей никто... Ну вот в моем случае все-таки 5000 лучше оставить. Кто не был, выпил весь алкоголь один, когда домой пришел, не помня, утром пернатые пели. Да, 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 мне это нравится. Мне это очень даже нравится. Замечательно. Мы воспользовались диэсером. Мы воспользовались эквалайзером. Теперь вроде бы у нас голос стал звучать позвонче и приятнее. Но вот знаете, я лично свой голос слышу. И этому голосу сейчас в данном виде не хватает какой-то полноты. Да, наверное, лучше не выразиться полноты. Для этого на финальной шине мы возвращаемся к тому самому знаменитому айзотоп озону. И теперь мы будем использовать его раздел под названием мультибанд, хармоник, хермоник, эксайтер. Включаем его. И мы видим, что здесь у нас этот эксайтер, то бишь эффект, который добавляет якобы гармоник к определенному диапазону частот, делит наш весь голос на 4 диапазона. Вот это самые низы, низы, середина и верхи, верха, верхушки. Каждый этот диапазон можно добавить по гармоникам. Вот давайте послушаем, что будет, если мы покрутим эти движки. Вот это мы с вами попробовали гармонизировать середину. Вы слышите, что если мы накручиваем верха, то голос становится слишком-слишком звонким, извинящим. Вот с этим не стоит переборщить. Если же мы накручиваем середину голоса, то он начинает быть пластмассовым. Вот жуткая пластмасса. Лично у меня такая метафора. Собои о том, что вижу радость и как мы тут сладко живем. Или даже как будто бы он звучит по радио. В общем, этого тоже стоит избегать. Дальше, если мы крутим этот диапазон. Соответственно, слышим, что добавляется гул в голос. Но, в принципе, самые низы особо роли не сыграют. Но, тем не менее. Да, по той причине, что мы срезали все эти самые низы, эксайтер ничего толком не добавляет к нам в голос. Поэтому их мы не будем трогать. Вверх мы будем гармонизировать, в случае, если голос недостаточно звонкий. В данном случае он достаточно звонкий, но попробуем слегка накрутить. Но ты не велась, Настек, это не тот случай. Голос опущен, слова давят, как ноги на уши. Я помню написать, как... Да, вот так вот очень даже неплохо. И если нам более точно нужно скрутить или добавить, то мы можем воспользоваться ручкой микса, которая очень тонко может отстроить. Например, мы можем наполовину вот этого вот гармонайзинга сделать верхи. Всё плохо, но я ж не халтурщик. Хорошо всё тут, правда, могло бы быть и лучше, но... В общем, поиграйте с этим. Я могу вам ещё посоветовать один способ отстройки этого эксайтера. Крутим в максимум его, а потом опускаем, опускаем, опускаем до того момента, пока голос не зазвучит естественно, без излишества в этом диапазоне частот. Вот попробуйте так. После такой любви пошло, друзьям по 100 налил. Ну и с друзей никто не был, выпил весь алкоголь. Один, когда домой пришёл, не помня, утром пернатые пели. Взял телефон, ну стой. Не надо писать, тебе мне свободен, что ли? Скорее обкраден и съеден, но нотки моего голоса вторят. Снова писать треки, я пишу... Вот, я даже, наверное, на 0.4 остановлюсь, потому что дальше слишком звонко и слишком уже неприятно уху. И как я говорил ранее, лично для моего голоса нужен какой-то лёгкий гул в нём. Соответственно, вот этот диапазон отвечает у нас за вот этот лёгкий гул. Здесь мы тоже, пожалуй, прикруптим слегка совсем. Давайте попробуем. Точнее, руки пишут сами собой о том, что вижу радость и как мы тут сладко живём. Что заведу собачку, кроликов сад, огород. Мой официальный гороскоп принесёт любовь прям завтра днём. Но ты не велась на стёп, это не тот случай. Голос опущен, слова давят, как ноги на уши. Я б мог написать, как всё плохо, но я ж не халтурщик. Хорошо всё тут, правда, могло бы быть и лучше, но... Ну да, да, сейчас вроде бы он зазвучал ещё лучше. Что ж, а давайте проверим, как он звучит с эксайтером или без него. Но немного заслуг, кстати, приносит эксайтер. Хотя, если этот голос немного загажен при записи, либо же всё-таки, в отличие от вот этой записи, после эквалайзинга, использования эквалайзера, голос недостаточно звонкий или плотный, то эксайтер вам поможет. Просто крутите, пробуйте, и обязательно вы сможете добиться более лучшего звучания с этим самым эксайтером. Итак, значит, у нас получается следующая картина. Мы обрабатываем на дорожке категории какого-то голоса. Сначала голос эквалайзером, вот примерно с такой кривой. Далее, если вдруг у нас на шипящих согласных голос посвистывает, потрескивает, похрюкивает, то мы используем инструмент диэсера для того, чтобы срезать эти самые свисты, хрюканье и всё прочее. И в конце концов, если мы всё-таки недовольны нашим голосом, или в целом звучанием голоса, то уже можно на финальной шине зайти в эффект аизотопа зон и покрутить эксайтер. Будьте осторожны, конечно, потому что эксайтер, он может слишком испоганить вам голос. Вот в таких маленьких пропорциях его даже желательно использовать. Но всё, опять-таки, на ваши уши, на ваше субъективное мнение и, главное, на ваш опыт. Поедем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!